Ни шлагбаума, ни семафоров. В Таразе жители залинейной части города 10 лет пытаются решить проблему отсутствия безопасного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Единственный имеющийся переезд в этой части угрожает жизни взрослых и детей. Жалобы горожан выслушали наши корреспонденты. Эти железнодорожные пути делят город Тараз пополам. В каждой его части проживают сотни тысяч горожан. За линейные промышленные предприятия, жилые массивы, две школы и колледж. А еще единственный переезд, который больше напоминает пешеходу – игру в рулетку. Чтобы перейти на противоположную сторону, люди вынуждены рисковать. Причем не один раз в день. Здесь невозможно пройти, здесь нужно на руках коляску нести. Если поезд там где-то сигналит, это мы взрослые слышим, дети нет. А сейчас школьная пора. Две школы здесь рядом. Ходят поезда. Бывает так, что ждешь, вот состав туда пройдет, состав обратно. Опасно же и долго ждать. Вообще неудобно. Люди, которые вот это самое торопятся и стоит состав вот эти по 20 минут, они подлазят под поезда, сверху как-то спрыгивают, прыгают. Вот это все опасно. Вопрос строительства путепровода в регионе поднимали не раз. 12 лет назад такой проект даже включили в генплан областного центра. Но с тех пор его реализация переносится из года в год. Чиновники сетуют. На эти цели нет средств. Все упирается в бюджет. В первую очередь нужно подготовить технико-экономическое обоснование. Затем выполнить проектировочные работы. О конкретных сроках реализации проекта пока говорить сложно. Жители за линейной части города опасаются, что ожидание долгожданной стройки может затянуться на годы. И пока решается вопрос, игра в рулетку на переезде продолжается.